СПОРТ Редко обходится без челябинца в составе. Сколько стоит занятие хоккеем? Что отличает настоящих чемпионов? Как избегать травмы? В каком возрасте молодому спортсмену необходимо принимать решения о своем будущем? Подробнее об этом в ближайшие 15 минут. У нас общее количество где-то 550 человек. Это зависит, она меняется может от того, что кто-то пришел, кто-то ушел от нас. У нас группа ОФП это 60 человек. И зачисление с 8 лет у нас и остальное, все это получается где-то 430 человек примерно. Это у нас зачисленные в школах и у нас, которые занимаются по программе спортивной подготовки. У нас есть еще филиал «Белые медведи», где 4 возрастные группы. На сегодняшний день это пятый год, восьмой, девятый и десятый. И в дальнейшем планируется полностью сделать линейку филиала, для того, чтобы можно было привлечь как можно больше детей занятием спортом. И, соответственно, была конкуренция и подготовка качественного резерва как для сборных команд, так и для самой системы хоккейного клуба «Трактор». Челябинск действительно настоящая кузница кадров. Хоккеем в городе занимается более 2000 детей. Мальчишки с самых ранних лет стоят на коньках и мечтают стать чемпионами. А совсем скоро детская школа «Трактор» изменит свой статус. Первая ступень системы подготовки хоккеистов одноименного спортклуба станет областной. Не так давно губернатор Челябинской области Алексей Текслер подписал распоряжение о создании областной детской спортивной школы «Трактор». Это поможет отцентрализовать подготовку хоккеистов. В тройках упражнения. Я шайбу закидываю в тройках упражнения. Первый идет, подбирает. Второй под него открывается. Третий идет на пятак. Понятно? Понятно, что делать, да? Точно? Кто первый? Договорились? Кто первый? Договорились? Герасимов, не спеши! Обратно! У меня папа, он же у меня играл в хоккей в Иркуте, когда я еще был маленький. Я пришел на его матч. Они выиграли. И мне понравился тоже этот вид спорта, хоккей. Я пошел на свою первую тренировку, и мне очень понравился. Мы потом купили форму. Я сдавал отбор в трактор и прошел сюда. Я нападающий в команде. Иногда меня тренер ставит в центр. Иногда в левый край или в правый край. Мне нравится в хоккее, что там можно бороться, забивать голы. Я хочу играть за Вашингтон Кэпиталс. Там мой кумир Александр Ровичкин. Он очень нехороший. Он нападающий и очень много голов забивает. Дедушка, папа меня взяли на хоккей. Вот я посмотрел. Папа сказал, нравится хоккей. Я сказал, да. Мы начали ходить в Айсберг. Потом я начал тренироваться в хоккейной клубе «Старт». И вот сюда перешел. Просто в сборочные занимаюсь. Тренера меня учат, как правильно все делать. Занятия с детьми не из легких. Помимо тренировочного процесса, тренер должен проконтролировать, как ребенок учится в общеобразовательной школе. В поездке нужно проследить, чтобы все почистили зубы, не забыли форму и вовремя легли спать. Если это младшая команда, то нередко приходится помогать надевать форму. Впрочем, тренер для ребят и наставник, и друг. Поэтому ему никто не перечит. Все указания ребята стараются выполнять сразу же. Платон, ну вообще без атаки. Ну надо бросать по воротам. Тимофей, там под воротами, ты на вершинке. Бросок, он добивание. Он в углу борется один в один. Ты ему помогай. Откройся поближе, чтобы он тебя видел. Отдал на вершину, двинулся к воротам. Смену мест сделали, ногами добавляешь, вылазишь с бросочком. Ну мы играем 30 секунд там в зоне 2 в 2. И у нас ни одного броска нету. Что за нападающие? Надо с атакой, надо лезть на ворота, надо забивать. Дети приходят, у них там специальные тесты есть на льду, на земле. Все потихонечку, кто во время укладывается, все их оставляет. Кто не укладывается, ищут другую камазу. С ними занимаемся, ну года нет, наверное. Первое время-то, конечно, мы как бы смотрели на них. А сейчас уже как бы, ну, год тренируемся уже. Уже знаем, кто где будет играть. Один в один упражнения делаем. Два в один, два в два, три в два. Как взрослые, почти что же. Кто сейчас выделяется, наверное, большинство из них, конечно, как бы, я думаю, заиграют. Обучение во всех возрастных группах бесплатное. Выезды на первенство России оплачивает школа. Расходы на выездные турниры молодых ребят, которые еще не играют за первенство России, ложатся на плечи родителей. Это дорога, проживание, питание. Ну и самое дорогое – это экипировка. В 7-9 лет ее хватает на полтора-два сезона. Часто родители сами проявляют инициативу и покупают детям более профессиональную экипировку, которая легче и лучше защищает. Она стоит дороже. Многое зависит от коньков. Их можно купить и за 10 тысяч, и за 40. Клюшки стоят от 6 тысяч. В среднем для хоккеиста 12-13 лет экипировка будет стоить порядка 50 тысяч рублей. Впрочем, мама и папа, которые осознанно отдали ребенка в хоккей, к таким затратам готовы. Например, Артем Новиков поставил сына на коньки в 5 лет. С тех пор мальчик буквально живет хоккеем. Сейчас ему 8, но он уже с 4,5 лет у нас на коньках. То есть, можно сказать, полжизни уже в этом спорте. Он воспитывает характер, целеустремленность, трудолюбие, дисциплинирует детей. Ну и здоровье придает. Поэтому я считаю, что это оптимальный вид спорта среди подрастающего, так сказать, поколения. Ну, во-первых, я сам в свое время играл в хоккей. Пошли с ним в молнию кататься. Первый раз упал, сказал, что ударился головой. Сказал, что больше не буду заниматься хоккеем. Мы потом совместными усилиями папа с мамой его переубедили. Ну и с тех пор, вот, до сих пор посвящаем этому делу большую часть своей жизни. Ну, вообще, изначально я его как для общего развития отдал. Ну, сейчас вроде получается. Сейчас уже начинаем постепенно задумываться о том, что, может быть, и профессиональный спортсмен получится. Время покажет изначально, какие это самый ключевой вид спорта в Челябинской области. Ну, а трактор знаменитый вообще на всю страну и на весь мир, как известно, своими выпускниками, талантливыми игроками. Помимо ежедневных тренировок на льду, ребята активно занимаются в зале. Отрабатывают атаки, учатся грамотно обходить соперников. Смотри, ты бросаешь, руку правую начинаешь высоко поднимать. Плюшка у тебя на носке стоит. Правую руку чуть ниже опусти. Правую. Ну, не сильно, вот так. Вот, пониже, чтобы у тебя клюшка на пятку вставала. Она у тебя, руку задираешь, у тебя высоко. И она у тебя поэтому не летит высоко. Понял? Чуть пониже опускай правую руку. А так нормально, чтобы бросаешь. Нет, когда выбрасываешь, ты начинаешь руку вот сюда выбирать. Не убирай. Вот. Не задирай руку. Вот, видишь, уже летит. Горшков, не балуемся. Бросаем, бросаем. Хорошо. Ворота смотри. Пас, прием. Отпустили, вернули сюда. К себе бросил. Шайбы все собери. Не смотрите на шарик. Не смотрите на шарик. Посадочки. Голова поднята, Сава. Поднимай голову. Поднимай, не смотри на шарик. Здесь у нас происходит работа рук. Совершенствование техники работы рук. Да, какие-то обманные движения мы отрабатываем на земле, чтобы потом это применять на льду. Благодаря тому, что вот у нас появился такой зал, мы можем как бы отрабатывать эти занятия на земле. Все важно и тренировки на льду, и тренировки на земле, но благодаря залу мы можем совершенствовать, отрабатывать какие-то элементы здесь на льду, здесь на земле, чтобы потом на льду это было у них как естественное движение, чтобы они это применяли и не задумывались. Отдельные тренировки проводят с вратарями. Ребят учат концентрировать внимание на шайбе и обманывать соперников. Тёма, ниже сядь в посадку. Данил тоже клюшка на льду. Клюшка на льду. Руки не гуляют. Покатываем фишку. Назад. Назад вот здесь. У нас две группы вратарей, то есть делятся старшие и младшие. В данный момент ребята занимаются 2010, 2011, 2012 и 2013 года рождения. В основном у нас все вратари пришли, то есть они сами захотели писать ворота. На данный момент их 5 человек, 5 вратарей 2013 года. В 2012 примерно аналогичная ситуация, тоже там человек 5 вратарей. На льду у нас немного своя специфика катания. Не так, как у полевых там по кругам кататься. Фаза полёта, чтобы это они видели, примечали. Зрительная реакция, да, чтобы шайбы ловить. То есть это да, мы занимаемся на земле, но они также дома отрабатывают. У нас есть домашние задания, которые даём, также они дома всё это делают. Ближе к 16 годам, когда ребята уже прошли период становления из мальчиков в юноши, они начинают показывать достойные результаты. Безусловно, в каждом возрасте есть свои звёздочки. Но смогут ли они раскрыть свой потенциал в будущем, зависит в первую очередь от них самих и от их семьи. Немаловажно ещё найти своего тренера, который поверит в игрока. Оборона в средней зоне по игроку. Идёт вброс, подбор защитникам. Один перевод максимум за воротами. Троечка раскатывается. А обороняющийся состав, прям конкретно, каждый с каждым. Понятно. Защитнички, если некому отдать, тащи сам. И здесь задача встречающей паре, надо решить, кому выдвигаться, только обязательно с дуги, обязательно с подката. Кому страховать. В случае вброса перед синей линией нападающей, бросайте, ближний к шайбе бросайте своего и включайтесь в оборону конкретно. В случае вброса идёт подбор. Будет перевод, не будет перевод, нападающие должны понять. И резкая контратака. В случае вброса, в случае отбора в средней зоне, мгновенно защитники назад вообще ни шагу. Всё, сразу идёт резкая контратака. Понятно, да? Семён на коньках стоит с четырёх лет. Парень долгое время занимался в сигнале, а совсем недавно перешёл в хоккейную школу «Трактор». В команде Семён правый нападающий. Его кумир Владимир Тарасенко. Парень мечтает играть так же ловко, как знаменитый хоккеист. Я каждую зиму ходил на дворовую площадку. И однажды мама мне задала вопрос, не хочешь ли ты пойти в хоккей. И я помню, как мы сразу, я сказал да, и мы через несколько уже минут были в моей первой школе, в школе «Сигнал». Я приехал туда, получается. Меня взяли, через следующий день я уже начал кататься. Вспоминал, смотрел, помню, по телевизору хоккей. Мне нравилась его зрелищественность, его живность, как буря эмоций была у всех. Эмоциональный вид спорта. Именно мне поэтому нравится. Я сам очень эмоциональный. Можно привести пример, когда игрок забивает гол, он выплескивает все свои эмоции, которые только он хотел, показывая в этом праздновании своем. И можно привести пример, когда команда выигрывает чемпионство, становится, она вся выбегает на лед, они все друг друга поддерживают, и буря эмоций выскакивает. Наша задача, какой-то из моментов потери шайбы, то есть сделать быструю контратаку. Никаких лишних передач, никаких диагоналей, все, ребят, вперед, где-то на свободный борт заброс. И идем туда, давим атакуем. Нужна хорошая, острая контратаку. Понятно? Все, давай, поехали. Они с каждым годом, кто-то прогрессирует, кто-то стоит на месте. Ну, тренеры пытаются расшатать, так сказать, интерес у каждого ребенка. В принципе, это хорошая, идет такая динамичная работа. Вот над совершенствованием мастерства ребятишек. Наш хоккейный город, в частности, наша школа выигрывает в том плане, что очень много детей приходят и желают заниматься хоккеем. Тут работает у нас аналитический отдел. Принимаются коллективные решения по поводу принятия в школу каждого игрока. Оцениваются его потенциальные возможности, его физические данные. Самое главное, по ребенку сразу видно, его желание, насколько затянула его эта игра. Если его затянет вот эта атмосфера, вот эта сама игра, да ему понравится еще не только работать клюшкой или там кататься на коньках, а вот именно игровая способность или там интерес забить гол, как-то там скреативить, что-то выдумать, как-то обмануть соперничка, да красиво отдать там передачку, да хитренько обыграть соперника. Вот если вот это ему будет нравиться, пацаны, вот это дает самый импульс к его росту, к его прогрессу. Вот из таких ребят-то получаются самые звезды. Конечно, хоккей – контактный вид спорта, и тут не все зависит от игрока. Во время игр бывают и столкновения, и грубая игра. В полу борьбы это не ощущается. А если команда выигрывает, то на положительных эмоциях все очень быстро заживает. Но все равно без травм никуда – это часть игры. Выходя на лед, бытовую доброту нужно оставлять в шкафчике. А из шкафчика достать форму и настоящую хоккейскую злость. Только тогда на арене будет по-настоящему жарко. Субтитры создавал DimaTorzok